Добрый день, меня зовут Наталья Михеева И в этом выпуске мы поговорим о том, что нужно для того, чтобы построить свой собственный маленький поселок И что является гарантом успеха на собеседовании Успех достается только тем, кто его действительно заслуживает Универсальной инструкции, как стать лучшим в своем деле, нет и быть не может Но почерпнуть профессиональные приемы никогда не бывает лишним В рубрике «Бизнес-истории» лучшие саратовские предприниматели делятся опытом ведения своего бизнеса Сегодня мы познакомимся с организаторами бизнеса, который напрямую касается всех и каждого Это стоматологическая клиника Причем одно из направлений работы – это лечение зубов у детей Почему выбрали именно такую специализацию и насколько сложно работать с съемными пациентами Прямо сейчас в рубрике «Бизнес-история» Клиника «Белозубов Премиум» открылась три года назад И сразу заняла устойчивые позиции среди ведущих стоматологических клиник города Здесь занимаются всеми аспектами лечения От простого кариеса до сложных и серьезных операций Настоящая гордость и, пожалуй, отличительная особенность – это современный томограф Стоит дорого, но, по словам директора клиники Ольги Шкумат, это обязательное условие У нас почему-то все считают, что открыть стоматологию очень просто И сразу мы начинаем зарабатывать деньги На самом деле это не так Во-первых, квалификации врача – это очень много значит Мне повезло в каком плане? Я пришла, со мной пришли сразу три крепких, квалифицированных доктора С которыми я работаю 10 лет Это мои единомышленники Вот мы с ними пришли Потом уже мы постепенно набирали персонал Люди к нам приходили из муниципальных клиник, из частных клиник Естественно, начало работы врача, новенького врача, в кавычках новенького Это всегда под контролем главного врача То есть я сначала смотрю доктора, смотрю, как он работает Думаю о том, есть ли перспективы развития у этого доктора нет Бывало даже так, что вот я смотрю доктора, я вижу, что стена, дальше стена Больше ничего не хочет этот доктор Для меня это все сразу табу Я хочу, чтобы они учились, я хочу, чтобы не горели глаза Я хочу, чтобы они двигались вперед Отдельное внимание в Белозубов премиум уделяют образованию врачей Казалось бы, за 6 лет обучения и еще годы ординатуры и интернатуры Все тайны стоматологии раскрыты Но это одно из тех направлений медицины, которое ни дня не стоит на месте Недавно проходили обучение в Германии Планируется обучение еще в Соединенных Штатах Америки Поэтому и сами обучаем, и сами ездим, также обучаемся Чтобы соответствовать современным тенденциям в стоматологии Потому что в стоматологии все быстро меняется Меняется оборудование, стандарты, подходы в разных странах по-разному определяются Соответственно, постоянно ездим, тоже обучаемся Буквально полгода назад клиника Белозубов премиум открыла отдельное направление Детская стоматология А это требует специальной лицензии, высокой квалификации персонала И, конечно, особого подхода к детям Наши пациенты, они очень к нам привязаны, так же, как и мы к ним И лечатся у нас годами, и поэтому хотелось бы сделать такую семейную стоматологию Один момент, второй момент Рынок стоматологии детской в Саратове очень слабо развит Это, если можно так сказать, условно-бесплатные клиники муниципальные Где качество, конечно, но в силу оснащения оборудования клиник Конечно, оно такое ниже среднего И, соответственно, дорогие стоматологии детские И хотелось бы открыть доступную детскую стоматологию Чтобы она, соответственно, была хороша по качеству И средний ценовой сегмент 5 января мы планируем провести очень интересную елку С приглашением артистов, ростовые куклы, развлекательные программы Ну, соответственно, подарки, конечно Чтобы детки знали нашу клинику, чтобы они не боялись сюда идти И чтобы они в следующий раз просто с удовольствием к нам пришли Опять же, привели ребеночка, мама с папой посмотрели, им понравилось Они решили проконсультироваться А следующий этап, они остаются у нас лечиться Представители клиники Белозубов Премиум По большому счету занимаются разрушением стереотипа О том, что лечить зубы страшно и дорого Даже если речь идет о детях В ближайших планах на будущее Акцент на эстетические операции Отбеливание зубов и современные импланты Чтобы идти в ногу со временем Практически любой бизнес, связанный со строительством Это большие капиталовложения И почти такие же большие проблемы бюрократического характера И только самые амбициозные и целеустремленные предприниматели Смогут добиться успеха О том, как построить свой маленький поселок недалеко от Саратова И сложно ли убедить человека купить себе новый дом Смотрите прямо сейчас Амбициозный проект Дубки Хаус Это коттеджный поселок эконом-класса Его главная особенность – каркасно-панельная технология строительства По всему миру ее уже давно используют В Саратове построить такие дома решила Екатерина Дьяконова Руководитель проекта Дубки Хаус Это как-то очень случайно произошло Вот эти все разговоры знакомых, друзей О том, что вот хотелось бы жить за городом Но как-то все не всегда доступно, удобно И переезжать из квартиры на дачу и обратно Тоже как-то не совсем удобно Ну и как-то все это меня навело на такие мысли Что почему бы и нет Это, конечно, не одномоментное такое решение Я к этому шла несколько лет Потом консультации различные проводила Со специалистами, идущими строителями нашего города Вот, и, в общем-то, на свой страх и риск Уговорила очень хороших специалистов Привлекла к себе Мы молодая организация, так скажем Всего несколько лет, молодая компания Но мне повезло с тем, что со мной работают Очень квалифицированные специалисты И, в общем-то, я вот спокойна Бизнес, связанный со строительством, сам по себе очень проблематичный Кроме хорошей идеи и серьезных материальных вложений Нужно еще огромное количество согласований И разрешений Индивидуальное жилищное строительство, малоэтажное То есть, да, когда мы говорим о строительстве коттеджного поселка Предполагает, что у нас есть возможность Разбить процесс застройки на несколько очередей Соответственно, это в отличие от многоэтажного строительства В общем-то, другой абсолютно вариант финансирования И экономических составляющих Потому что мы в любой момент можем как-то и адаптироваться К изменяющейся конъюнктуре рынка постоянно Что мы сейчас видим То есть, если для того, чтобы построить большой, высокий, многоэтажный дом Нам сразу нужны глобальные вложения То здесь я потихоньку, потихоньку Человек решил построить дом по такой технологии Купил себе сам участок, вот его построил Построить его это одно А к нему еще нужно подвести коммуникации Вот большинство компаний, которые занимаются строительством Может быть, подобным, да, дому Они об этом не говорят Поэтому зазывают, так скажем, такими низкими ценниками В наших таких самых смелых ожиданиях Это все-таки вот этот вот участок земли Который мы сейчас осваиваем Превратить в такую какую-то вот интересную, милую, красивую деревушку Не знаю, что так говорю Но как-то это вот с маленьким магазинчиком Детская площадка, где всем будет уютно жить И, в общем-то, комфортно Сейчас уже построена половина первой очереди домов Все они выполнены в одном стиле По проекту поселок будет состоять из 70 построек на двух улицах Цена домов варьируется от 2,5 миллионов рублей и выше Таким образом Дубки Хаус дают возможность почувствовать комфорт загородной жизни по цене квартиры Яркая блузка или строгий пиджак? Каждый день мы задаемся вопросом, что же надеть? Грамотный подбор одежды – это уверенность в себе и половина успеха предстоящего мероприятия Как эффектнее выглядеть на собеседовании и что надеть руководителя организации на корпоратив? Прямо сейчас советы от профессионального стилиста Юлии Путиной Юлия Путина – стилист, шоппер в разных торговых центрах города Саратова Преподаватель курса стилистики в арт-студии «Чердак» Работает с глянцевыми журналами города Занимается фэшн-съемками и рекламными компаниями крупных брендов Выбор одежды – вопрос более важный, чем кажется на первый взгляд И подходить к нему стоит серьезно Что надеть руководителю на корпоратив или в чем ходить каждый день на работу в офис? Юлия Путина поможет сделать грамотный выбор в магазине «Оффстайл» Встречают, да, конечно, по одежке, смотря куда девушка идет устраиваться Если она идет устраиваться в небольшую компанию, в клининговую, допустим, чтобы мыть окна Я думаю, что вряд ли одежда там необходима А если она идет в трансконтинентальную компанию на должность топ-менеджера Конечно, это почти 80 или даже 90% успеха В таком образе спокойно может позволить себе пойти руководитель крупной компании в пятницу Не надевая джинсы, допустим Красная юбка, белая рубашка, жилет из букле Так она будет выглядеть ярко, стильно и модно Я советую сочетать такую яркую красную юбку только серым, белым, черным и бежевым Потому что красный цвет и так уже достаточно сильный акцент в этом образе Этот комплект идеально подходит для собеседования Собеседование – это самый важный шаг в жизни каждой женщины Прийти, познакомиться с новым руководителем, произвести правильное впечатление Я считаю, что для этого не подходят черные стандартные костюмы Лучше выбрать серый Он может содержать какие-то небольшие принты Талию обязательно подчеркнуть широким ремнем-кушаком Вниз можно надеть бежевую, белую или, может быть, нежно-голубую блузу Вы будете выглядеть стильно, аккуратно, со вкусом И произведете впечатление смышленой и одаренной дамы Для многих девушек тема корпоратива всегда навеивает странные мысли Это значит, что нужно надевать яркие цветные колготки, кружевные колготки И использовать много макияжа, всевозможные сложные прически Много украшений и так далее Я считаю, что это нужно избегать Особенно, если это серьезная компания, крупная корпорация Достаточно надеть элегантное платье шифона, шелка Может быть, платье из гипюра или с кружевной отделкой Если мы посмотрим на это платье, то оно соответствует всем требованиям Дресс-кода на корпоративные вечеринки Правильная длина, легкая ткань, талия подчеркнута Можно добавить длинные серьги, убрать волосы в пучок и добавить телесные колготки без блеска Я считаю, что это идеальный наряд Для многих девушек понятие корпоративного дресс-кода, если это, конечно, не прописано документально Сходится к одному белая рубашка, черная юбка, либо серая юбка Я считаю, что повседневные рабочие будни можно разбавить не только цветом, но и фактурой, а также принтами Если мы посмотрим на этот образ, то мы видим, что здесь лаконичный джемпер с рукавами три четверти Если после рабочего дня намечается какая-то вечеринка, можно добавить клатч или вечернюю сумочку Если посмотреть на этот комплект, на сочетание яркой блузы и однотонного кардигана То, допустим, девушка, работающая в крупной и серьезной компании, надела бы этот верх с строгой серой или черной юбкой А девушка, работающая, допустим, дизайнером или арт-директором, спокойно может сочетать с юбкой-карандаш такого же оттенка, как и блуза Для того, чтобы сделать еще более яркий акцент, можно повязать на талию яркий ремень Он может быть либо такого же оттенка, как блуза, либо более яркого, бордового или красного цвета С помощью советов Юлии Путиной и одежды от магазина «Оффстайл» ваше собеседование закончится ослепительным успехом А на корпоративе вы сможете произвести должное впечатление И для кого не секрет, что встречают по одежке, а провожают по уму Независимо от того, как вы выглядите, оценивать будут ваши профессиональные качества Как их повысить и приумножить? Специально для ответов на эти вопросы создан наш проект «Бизнес-класс» И, возможно, именно вы станете героем нашей следующей программы С вами была Наталья Михеева, проект «Бизнес-класс» на канале РЕН-ТВ «Саратов» «Бизнес-класс» на канале РЕН-ТВ «Саратов» «Бизнес-класс» на канале РЕН-ТВ «Саратов»